доброе утро друзья на сегодня утро начинается с того что мы идем ветеринарку идем на консультацию перед операцией опухоли на молочных железах так нам вот туда дворами давай прямо потом налево и сегодня просто может какие-то анализа скажет еще сдать видимся с хирургом скорее всего сдаем кровь и уже оперируемся ну что мы вышли из ветеринарки значит два момента первое обследование все будем проходить по второму кругу а второе для диваня с мамой летом раскормили рексу на 3 килограмма и врачи сказала ей надо худеть так что мы отправились домой чтобы сесть на диету пока она не похудеет на три килограмма оперироваться нельзя потому что будет недостаточно кожи что случилось мы уже часа три как вернулись домой я помыла рексу она там смотрит на кухне не перепадет ли ей что-то я кстати память измерила взвесила чашку которым мы кормим рекс ну порционно и корм накладываем я и вообще даю меньше нормы и при этом она не похудела пока тут было но как бы она за лето набрала потому что эти диване с мамой интенсивно кормили когда мы уезжали в город а вот но здесь я не перекармливаю и она вообще не похудела за это время это очень странно в общем понаблюдаем сейчас я пару недель буду ее кормить еще прям вот думаю еще чуть меньше посмотрим будут какие-то подвижки по весу или нет потому что конечно надо рексу похудеть она у нее нету прям лишнего веса она не жирная но надо чтобы она была стране чтобы у него было больше свободной кожи потому что как мне объяснила ветеринар я буду делать вообще две операции и первое это мастерами и должны удалить всю левую гряду соски на молочных желез соответственно если у женщин у людей удаляют грудь целиком с кожи совсем там лимфатические узлы то у собак нету груди да как нас у женщин у них вырезается лоскут кожи вот этот и соответственно вот такой вот ширины где-то будет вырезаться вот так по всей длине тела лоскут кожи и потом это края рана надо стянуть и при этом собаки должно быть комфортно в том плане что она должна дышать мы когда дышим у нас очень сильно грудная клетка движется и чтобы эти швы не разовались не разошлись вот поэтому у нее должен быть запас по коже у нее он есть только в районе грудной клетки ближе к подмышками здравствуй здравствуй рекса вот с тобой мороки цену на эту операцию мне даже звучит страшно потому что собака большая возможно где-то можно найти потешевле тысяч за пятьдесят как бы может быть но вот прям чтобы сильно дешевле где-то найти это нет просто потому что тут стоимость складывается из больших размеров собаки и сложности операции вот и нам эта клиника нравится она удобная на близко к дому врач мне понравилось хорошие мне никаких нареканий к ней собакой наши она уже знакома поэтому я хочу чтобы мы у нее оперировались вот так что я не знаю месяц-два еще будем получается ожидать так сейчас у нас чего ноябрь декабрь а это у нас к новому году ближе главное чтобы не на новый год ее оперировать ну ладно в общем история такая тяжкая конечно эракса ладно сейчас я продолжу уборку я блок вот сделано и хочу сегодня сосредоточиться на том чтобы весь этот бардак попытаться привести в порядок артемия тоже сегодня принудила к уборке говорю сиди пока не уберешь комнату потому что они уделывают детскую просто невозможно я знаю что надо вот поиграл убрать приучать к этому ребенка у меня мозоль на языке уже это не работает не работает это с артемием то есть пока там я вот не приду не рявкну что уже под не пройти по детской не будет это убрано чисто при этом он сам кайфует когда полностью чисто убирается ну ты ему сказала что сегодня у нас день уборки мы с утра до вечера убираемся пока не уберем все его зона ответственности это детская моя зона ответственности это все остальное если у меня станут соседа я еще приду детскую там конечно помогу но как-то так тем более погода располагает на улице дождь сегодня и я никуда сегодня не хочу больше идти постирала еще детские куртки в которых они ходят потому что арина упала в ужас беговела у артемия просто замыслилась куртка и сейчас покажу сколько у меня куплена одежда для съемок вот это вся куча почти вся тут два пакета только лишних вот этот и вот эта коробка это не одежда все остальное это для новых съемок итак начиная свою уборку конечно же я здесь засняла далеко не все что делала потому что когда рядом дети ты начинаешь что-то делать в одной комнате тебя зовут другую что-то надо сделать этом видишь что что-то не наделано принимаешься там за работу короче говоря очень сложно вот так вот поставить штатив и в одной зоне целенаправленно убираться как это вообще хотелось бы снимать поэтому что смогла то засняла надеюсь это будет небольшой мотивации для вас но я сегодня конечно прям упахалась пока это все делала но сделала очень много и меня это радует во первых у меня дошли руки наконец-то помыть окна у нас больше всего испачкались окна в спальне потому что у нас над кухней и на детской если я не ошибаюсь сверху балконы а вот над спальне нету или у нас просто выступает спальня как-то так короче говоря в спальне у нас самые грязные окна в детской и на кухне было нормально не особо бросалась глаза в спальне прям очень и я поэтому когда помыла эти окна мне так хорошо стало так приятно вот еще у меня дошли руки почистить свое во первых пальто потому что когда мы ездили во всевзорская там на руках носила арину она мне все испачкала я застирала пальто и потом еще я чистила свою обувь потому что я предпочитаю светлые кроссовки да и ботинки в том числе у меня светлые и естественно они осенью особо активно пачкаются вот поэтому я все привела в порядок я из тех людей кто не выйдет из дома грязных ботинках если я их запачкаю где-то на улице или если моя одежда на улице запачкается испортится не на этом порвется я спокойно буду идти меня это не будет смущать там вот я в драных колготках пойду ну так случилось до дома то надо дойти че уж тут как-то стесняться но вот выйти из дома это всегда я должна быть опрятной иначе я буду чувствовать себя дискомфортно если я знаю что мне где-то там пятнышко или не надо порвалось не могу я я вот такая поэтому я тут начистила все свои ботинки обувь я чищу специальной пенкой для обуви но тут у меня сегодня она кончилась неожиданно и как-то я не уследила за этим и я просто почистила взяла но у меня есть средства для очистки мягкой мебели я вам его еще показывала и слушайте прекрасно почистила все а вот замшевые кроссовки я вообще потерла губкой с хозяйственным мылом идеально просто идеальнейшая чистая замша так что рекомендую такой простой лайфхак прям очень хорошо отмылась все и еще я кстати сбрила катышки с пальто у меня на этом пальто образуются катышки но оно не очень дорогое поэтому я его где-то раз в неделю брею для того чтобы оно хорошо выглядело от сумки больше всего остаются следы но иногда немножко на рукавах скатывается ткань вот так что уборка сегодня была очень продуктивной но я хочу переключиться и рассказать о сериале который я досмотрела очень интересный сериал мне он понравился я его уже упоминала сериал называется шифр это наш российский сериал про четырех подруг которые в послевоенные годы это наверное где-то шестидесятый год вот так вот они расследуют разные преступления и делают это они потому что у них очень классные знания они способны они в войну там помогали нам победить и вот смотришь как развиваются все эти события и сериал мне этот понравился не потому что они там расследуют эти убийства там преступления или что-то эта тема мне не очень интересно но было очень интересно смотреть как развиваются судьбы каждой героини как характер каждой героини влияет на ее судьбу какие поступки они совершают и эти девушки очень разные и было интересно посмотреть как каждая из них будет делать свой выбор в той или иной ситуации ну и плюс сами случаи в которые вот они расследовали тоже были очень интересные и снято было красиво интересно и очень правдоподобно хорошо передана атмосфера того времени я на это все смотрела и думала ага вот какой была молодость моих бабушки и дедушки потому что немногим позже родилась моя мама то есть моим бабушке и дедушке там в этот шестидесятый год я не знаю там было 20 с чем-то лет то есть вот так они провели свою юность молодость и мне было интересно смотреть этот сериал потому что я рассматривала это все анализировала и еще лучше понимала старшее поколение в какой идеологии они воспитывались что было вокруг какая музыка как какое было кино искусство о чем люди говорили чем интересовались что порицалось что поощрялась какой был социальный уклад потому что в те времена все было немного не так как сейчас сейчас ты живешь как хочешь делаешь что хочешь а тогда если у тебя ребенок получил двойку в школе об этом сообщали на работу ну конечно не о двойке да но если была плохая успеваемость то об этом сообщали на работу и тебе тебе делали выговор и вообще могли уволить например если ты там разводишься потому что ну какой ты неблагонадежный социальный элемент вообще себя непристойно как-то ведешь и та реальность она имела место быть и как же здорово что можно вот так вот через кино погрузиться туда и понять как жили раньше люди потому что сейчас мир совсем совсем другой конечно старикам сейчас сложно понять как мы живем как мы делаем свой выбор касательно профессии каких-то какие-то действия совершаем не знаю то же самое там замуж выходим женимся без оглядки на других людей раньше так не было принято даже в больших городах и люди мыслили по другому в общем мне было интересно этот сериал посмотреть также бы с этой точки зрения потому что я для себя открыла много нового и в том числе не открыла новое но как-то углубилась в тему одно дело когда ты слышишь ну у нас раньше там все были не знают пионерами а другое дело когда ты видишь как это происходило в деталях понятно что это все основано на реальных событиях скажем так все эти весь этот антураж то что было сделано но передано реально очень близко и повторюсь еще раз сериал называется шифр там достаточно много серий я посмотрела его целиком смотрела я его на кинопоиске потому что у меня там подписка и теперь я перевариваю просмотренное знаете это как после хорошей книги остается такое послевкусие когда ты еще вспоминаешь и в голове все вот эти картинки и даже не очень хочется переключаться на что-то следующее а когда и пытаешься посмотреть что-то другое то знаете не то не вкусно не интересно не хочется в общем пока вот я под впечатлением от этого сериала очень рада что я на него наткнулась он мне как-то высветился в рекомендациях и я вспомнила что мне про него говорила марина что ей очень нравится этот сериал я еще тогда удивилась думаю надо же там какие-то расследования преступления убийства чуть марина такое смотрит но теперь я понимаю почему ей это понравилось действительно очень хорошим так что если вы в коисках что посмотреть рекомендую думаю вам тоже понравится я как только приготовлю говядину последних влогах сразу вопросы появляются какие готовила я каждый раз забываю рассказать очень получается реально очень вкусно как я уже говорила я свою говядину наконец-то в общем что я делаю я нарезаю говядину мелкими кусочками выкладываю на сковороду на которой уже есть масло и обжариваю чтобы корочка легкая появилась чтобы весь сок остался внутри при этом соли и перчу потом добавляю пол стакана воды и лук и все также на большом огне это тушу затем что я делаю я добавляю тертую морковь и ставлю покажется среднюю температуру так добавляю господи это последнее что еще не делаю из домашних дел хотела сделать все сделала очень много но не все конечно устала как я не знаю буду на заводе работа так добавляем морковь потом добавляем томатную пасту состав у нее хороший смотрите на состав главное что никаких усилителей вкуса не было чтобы были томаты и соль все что должно быть хорошей томатной пласти и ничего мне страшного нет а то мне иногда говорит как ты добавляешь детям виду томатную пасту хочу такого то это помидоры солью больше ничего просто надо смотреть бывают и дорогие марки не очень хорошие по составу а бывают дешевые с нормальным составом так добавили потом добавляем вообще по рецепту там было четыре стакана воды я смотрю на глаз иногда поменьше добавляю внутри например зависит от количества говядина я вам пропорции не скажу потому что я дошла до того уровня готовки когда ты уже делаешь на глаз если рецепт не в первый раз и вот честно пропорции делаю как мне захочется вот и еще немножко муки пару столовых ложек и можно добавить еще специи какие захотите а дальше ставите на маленький огонь и оставлю на двоечку даже пожалуй двух таких больших чашек хватит я ставлю на двойку и тушу максимально долго полтора два часа и получается нежнейшая нежнейшая говядина естественно закрываю крышкой это все выкипает постепенно и включает супер вкусно так что рекомендую попробовать ничего сложного как оказалось это нереально вкусно такой такая получается говядина с подливой и очень здорово доливать гарнир эти так что надеюсь я кому-то помогла конечно кто-то скажет господи что здесь сложного но блин реально существует куча людей которые не знают как вот это вот готовить я тоже много чего не знаю поэтому когда у меня что-то получается я с удовольствием делюсь еще добавлю специю нам из узбекистана передали я не знаю как она называется но пахнет очень вкусно и мне нравится ее добавлять виду но у меня в банке со фисташек норма прям восхитительно выглядит вот так вот не знаю как это узбекская традиционная специя если бы у меня ее не было я бы сюда добавила много карри и еще бы базилика добавила было бы прям супер потому что я люблю карри кстати я вот пробовала вчера этот латте с куркумой так после него рот горел у меня все губы были оранжевые специфический вкусная наверное еще разочек возьму если будет возможность прям как-то необычная мне понравилось не запах немножко смущает потому что пахнет прополисом и идет ассоциация с лекарствами но при этом вкусно накрываем крышкой артемий просил еще омлет и у меня в духовке треугольники все оставлю пока на тройку поставлю потом поставлю на двойку так я целый день убирают кухню я тут четыре раза присосила сегодня и все равно она выглядит так как будто на ней ничего не делали ну или делали точнее очень много чего-то но не уборки так вообще конечно алиса стоп вот это у меня треугольники уже готовы сейчас занимать их в духовке я сегодня я не естественно я не засняла даже половины того что я сделала сегодня подруги вот но я закончила с мытьем мукой во всей квартире я собаку помыла я разобрала наконец-то бардак в коридоре и наконец-то я коврик входной помыла обувь почистила пальто свое почистил порядок нам на полках навела я только не пылесосила сегодня так что у меня осталось из такого не сделанного хоть и вата санузлы помыть но это уже завтра потому что 8 вечера мне через час уже детей в кровать мне хочу покормить и еще хотя бы 20 минут позаниматься спортом буду снова делать коррекционную тренировку ЛФК потому что сил на силовую нету вообще так упахиваясь с ними тут весь день на ногах но очень продуктивненько сегодня это было прям очень и я сегодня готовила по вот этой быстрой еде что я приготовила курицу с рисом так рис хорошо получился у меня всегда такой слипшийся развалений надо будет попробовать варить самой так как они предлагают они предложили залить кипятком что случилось что случилось шерсть во рту у тебя а ты что ремсу что ли облизывала фу у тебя весь рот в шерсти что ты делала арина высуни язык она такой рексу чесала у тебя аж тошнит от этой шерсти попей водичку где твоя чашка она вот такой чесала если вы что-нибудь другим занимали слюни мне аж слюни цветут арина давай я тебе воды налью хахахаха хахаха 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 лезется у нее стресс после ветеринарии на воды попей так сейчас буду омлет делать а вообще через час уже спать арина бегаем надо вообще бегать перед сном надо успокаиваться а не бегать арина идем я в доме построю да я пойду хахаха ну на пол зачем клевать а обожаю этот возраст двух на трех это просто самое интересное у меня уже началось я хотела сама нажать кнопку я хотела сама тренировать воду я хотела сама нанять носок не так надо было сеть носок блин что ты пришла фигняться все еще шерсть покажи мне еще рот арина идем в домик высуни язык не вижу на языке идите стройте дом она уже построила ну идите играйте в нее раз построил так сейчас готовим треугольнички сейчас покажу вам что у меня получилось люблю их делать просто вкусно они реально очень вкусные и они сытные я их люблю ох вот это красота так так амлет 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 мелкая ты что там делаешь а это она папу проводил который пошел выгуливать собаку и теперь сидит в коридоре и ждет его амлет 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 Больше не могу ее носить на ручку. Вес превышен. Доступны мне. Уже так, конечно, пронести чуть-чуть могу, пару минут, а больше нет. Вот так что коляска пока еще с нами. Не знаю, до какого возраста буду использовать. Я не помню, до какого возраста я с Артемием использовала. У нас это такое, по-моему, в пределах трех лет. Особенно, когда на весь день куда-то идешь на прогулку. У нас всегда был с собой самокат и коляска. Потому что ребенок уставал и потом садился. Очень удобно. Но я на этот счет вообще не парюсь. Некоторые там, надо пораньше, без коляски. Мы ходим только без коляски. Всегда думаю, зачем? Как же спина меньше болит, если ты с коляской. Потому что когда ребенок уставал, все равно надо нести на себе. Арина, выйди, пожалуйста, с беговьяном отсюда. Выходи. Крепительница Беговьяна. Все, все сделано. Теперь только спорт. Но тут пришел Алишер. Хочется и поболтать. Спорт надо сделать. Как было раньше. Но что-то у меня все. Я все себе ставлю задачу, что я в 6 вечера где-то буду заниматься. А потом сейчас я вот это сделаю, вот это сделаю, вот это чуть-чуть сделаю. И в итоге, короче, к самому сну детскому двигается. И Арина сегодня не встала от него опять. Ну, она что-то до 10 утра у меня что-ли спала. Она долго спит сейчас по утрам очень. Знаете, погода такая, дожди не идут. И я ее и не бужу. Потому что все равно потом, когда садик школы начнутся, она встает, ну, вместе с нами за компанию. Я в 6.20 по будильнику, и она через какое-то время просыпается, что у меня нету рядом. А тут, когда я встаю там в 8.30, она спит и спит дальше сама. Но я уже хочу заказывать ей кроватку, которая будет стоять в детской. Потому что вот она у нас ночью плачет. Я хочу попробовать, ну, ее отдельно класть. Может, она плачет от того, что мы ее как-то подбуживаем. Хотя она вот прям очень хочет спать прямо со мной. Посмотрим. Проведем эксперимент. Артемий, помню, с радостью отсиделся в отдельную кровать, когда мы ему новую красивую купили. Я ей уже присмотрела кроватку симпатичную. Вот, может быть, она тоже с удовольствием перейдет. И, может быть, сон от этого станет круче. А, может быть, я буду бегать туда-сюда, и в итоге снова ее верну к нам. И потом попозже переселю. Я посмотрю по ней, потому что пока совсем непонятно, как это будет. Как она отреагирует. Потому что сейчас, конечно, ну, вот то, что она ночью, ну, она стабильна. Один раз ночью прям орет. Вот как я ее закончила грудью кормить, вот у нее этот режим и остался. И Алишер бедный, просто с квадратной головой. Я ему уже говорю, ну, иди на пару ночей к Артемию выспаться просто. Потому что он не может вот так, как я, то, что там три раза за ночь проснулся, проспал там 6-7 часов при этом в общей сложности и бодрячком утром. У него так не получается, он потом очень плохо себя чувствует, прям весь разбитый. Сегодня он с утра долго там спал, отменил дела утренние. Говорит, я не могу просто, мне плохо, все, голова кружится, я должен доспать свой сон. Я, конечно, смеюсь, но понимаю, что природа мужчин не наградила такой способностью, как нас, женщин, к этому сейсмическому сну с короткими фазами скан для того, чтобы мы могли выживать, когда вот так годами не спишь, длительно. Ну, потом Арина будет спать, но сон у него, конечно, хуже, чем у Артемия, но он сразу таким был, это мне было понятно. Да, вы все разные. Разные опыты я проживаю в материнском. Мне часто говорят, вот ты сравниваешь детей, а я их сравниваю в том плане, что это просто мой опыт материнский разный. Они по-разному себя ведут, по-разному растут, по-разному развиваются. И ты вроде такой, я мама на опыте, у меня уже один ребенок есть, я все знаю, как делать, а потом оказывается, что я вообще не все знаю, что какому ребенку нужен другой подход, другой алгоритм какой-то, другие трудности возникают, а каких-то не возникает, наоборот. которым ты готовился заранее. Так что, я не знаю, сколько надо иметь детей, чтобы знать о них все. Может, только 10? Ладно. Нет, что-то Алишера долго нет.